Давай ты зачтешь, а вы загибайте пальцы на каждый вопрос, который в этом вопросе. Хорошо. Так, значит, Ворлок, 4 вопроса по 101 рубль. 4 доната. Спасибо большое. И я зачитываю. Какие районы Японии известны наибольшим количеством находок доисторического и раннего исторического периода? Открыты ли в Японии палеолитические стоянки типа Костенок и Сунгиря в РФ? В каких районах найдено больше всего мокканов, аналогов русских берестяных грамот? Встречались ли среди них бытовые записки или только деловая переписка? Где в Японии находится крупнейший музей древней истории страны? Насколько трудно археологам получать разрешение на раскопки с учетом того, что 80% японской земли находится в частных руках? Обязаны ли хозяева земли пускать туда археологов или имеют право запретить раскопки и самостоятельно выкопать артефакты и распорядиться ими на свой выбор? Пальцы на руках у меня закончились Продолжаем В 31 выпуске Алекс говорил, что в Японии запрещено раскалывать гробницы Куфуны Раскапывать Раскапывать, да Раскапывать Вечер, вечер Раскалывать вообще там сразу, наверное, в тюрягу посадят с пятилетним испытательным сроком Есть ли еще какие-нибудь места, где запрещено вести раскопки? Случались ли в Японии конфликты между археологами и верующими, как было в РФ с мумией алтайской принцессы? Насколько остро в Японии стоит проблема черных копателей? Это нелегальные археологи Да Что они чаще всего раскапывают? Раскапывают ли они места боев Второй мировой войны, как в РФ? Есть ли аниме... На территории Японии-то особых боев-то не было Ну, да Есть ли аниме, манго или ранобе об археологических раскопках в Японии? В Хрустальном треугольнике Crystal Triangle, у нас есть отдельное видео про это И Explorer Woman Ray, археологи, работают вне Японии Есть ли истории о том, как археолог или черный копатель в Японии попадает в ту эпоху, которую копал? Как в фильме Мы из будущего Вот 14, Карл, 14 вопросов прислал нам в Орлок И это еще не все, в Мерсотворчестве Друзья, запасайтесь Успокоительными таблетками, потому что мы идем глубоко Буилл Стуитс помогает нам пережить этот археологический бараж Я пойду сразу по каждому вопросу То есть, какие районы в Японии известны большим количеством находок до исторического периода? В общем, поскольку Вот оно называется так Вот эта красная закраска на карте Это район Тюбу называется Это как раз вот примерно от Токио до Осаки длится чуть-чуть поменьше Где японские древние человеки наследили больше всего Да, да Он просто наиболее населен был в древние времена, да, считается То есть, самый заселенный И поэтому тут как бы... Но находки, конечно, происходят по всей стране Там от Осаки на юге До Хоккайдо на севере, где Айнские стоянки раскапывают, конечно Там прямо вот этого всего много было Открыто ли... То есть, больше чего как бы в центре, понятно, Токио В Японии Открыто ли в Японии Палеолитические стоянки Типа Костенок или Сунгиря В РФ Вот, если присмотреть, то увидите Маленький розовый кружочек в центре карты Вот здесь, недалеко от Токио Буквально там 150 километров Вот от префектуры Гунма Там с палеолитом, в общем, в Японии Получилось неудобно Как же так Палеолит, это считается от 40 тысяч до 12 тысяч лет до нашей эры И, то есть, по крайней мере, в Японии так он Японский палеолит Отдельная, кстати, статья про японский палеолит Да А Керани в сайте пишет Не пускайте ворлоков ученые против мифов Потому что он вдохновился только одним докладом одного спикера А там их несколько было Я боюсь, что да В общем, дальше эпоха Дземон Керамика появилась, клим потеплел Потому что там теплое сусимское течение пошло Поэтому сразу изменилось Потому что население Японии выросло сразу с 20 тысяч до сотен Поскольку в Японии кислые почвы еще достаточно То костей и среднего и старшего палеолита вообще не сохранилось практически И находок почти нет И вот главное место раскопок Это как раз префектура Гунма Вот этот самый красный кружочек Это, собственно, история про то, как Археолог-любитель Его звали Тагахира Айдзава В 89-м году Нашел каменный ножик в 1946-м году И там прямо сейчас музей находится Он торговец НАТО Вот этими ферментированными бобами был И археолог-любитель Его велосипед до сих пор в этом музее стоит Музей такой вот Это первый большой аэроскоп Где нашел каменные ножи Древнюю палеолиту Ближнюю палеолиту так называемую Вот он велосипед Да, и вот этот как раз Эпизод находки прямо вот в камне И подставлен Как это все выглядело Как он нашел Реально вот такой вот Этот образец типичный Каменного орудия Музей тоже сделан в пещере Там все хорошо оформлено А сам музей археологически Достаточно большой Там раскопки Там представлена вся палеонтология Древняя Вплоть до скелетов мамонтов Но Но это было бы Это скучно Потому что это как бы Банально А со старшим палеолитом Все, что младше Вот ему понятно, да А старший палеолит То, что ближе к 40 тысячам годов Очень Извините Подпортил Репутацию японским Археологам Синьите Фудзимура Был такой археолог Вот он такой очень грустный Справа сидит Потому что он Когда-то заинтересовался Археологией Еще в детстве Потому что нашел Какие-то черепки Возле Задней дворе дома Как раз керамики Дзюмона Вообще Дзюмон Это отпечаток веревки Вот этого Поэтому там следы На керамике Обвязок Такие узоры делали Веревками На глине И вот он Потом В 70-е Начал изучать археологию Вот этот самый И Потом В 75-м году Они как-то сделали Такую фирму Которая изучала Занималась археологией По всей Японии Там исследовала В Северной Японии Множество мест И всегда находила Какие-то новые артефакты Сам Фудзимура Их находил Его даже назвали Тоже Рука Бога Божественные руки Вот на фото Из газеты Юмиори Если не ошибаюсь Майничи Майничи Симбун Там это показано Как действовала Эта рука Бога Короче Что случилось Он Во-первых Благодаря его исследования Вроде бы Как продлилась История Палеолита Там множество находок Древних И так далее Но Выяснилось Что он Буквально Действительно Тайком На раскопках Подзахоранивал Туда артефакты С других времен Типа Чтобы они Древнее оказывались В общем Разразился страшный Скандал Там прямо Пресса Без нашего Буншуна Тоже не обошлось Любимой Желтой прессы Там прямо Они его засекли Как он туда Подкладывал Прямо Покадрово Даже Реально Был Грандиознейший Скандал В общем Официально считают Что артефактов Старшего и среднего Палеолита В Японии Неподдельных Практически Нет Там даже Была история Какая-то С Буншуном Что Дескать Какого-то Еще Профессора Обвинили В этом И тот Возмущался Суд Устроил Покончил С собой В конце Концов Семья Его добилась Все-таки От газеты Извинений Но это Уже Было Поздно В общем Вот Он Так Извиняется На Пресс Конференции В 2000 Году Когда Это Случилось Раскрытие Он Реально 25 лет Подкладывал Артефакты В результате Вся Древняя История Японии Сильно Им Подпорчена Так Что Оценивали 570 Тысяч Лет Артефактом Чуть Не Полмиллиона Совершенно Древняя Япония Получалось В общем Был Скандал Это Был Неконтролируемый Позыв Говорил 25 лет Неконтролируемых Позывов У него Да Он Так В одном Из раскопов 61 артефакт Закопал И так далее На Хоккайдов Тоже Подлогами В общем Сейчас считают Что практически Все его находки Фальсифицированы И вообще Практически Все находки Старше Среднего Палеолита Подделки Небольшим Исключением Какие-то вообще Там Доказанные Да и то Часть этих находок Которые Пропали Во время Войны Там Остались Только Фотографии И описания Допустим Из достоверных Даже Артефактов Но это Еще до него Было Потому что А радиоуглеродный Анализ Не изобрели Это был Ну вот Короче Вот Когда Он Древний Вещь Только Еще Более Древности Конечно Можно Но Короче Там Большой Раз Все Удивлялись Радовали Ну Понятное Дело В общем Короче Большая Японская Политилитическая Провокация Была Вот такая В общем А потом Начался Период Дзюмон Не в смысле После Палеолита Начался Период Дзюмон Это От Десяти тысяч Лет Назад И до Трехсотого Года До Нашей Эры То есть Уже Практически До Таких Известных И вот Там Уже Много Всякого Там На севере В районе Аки Там Стоянка Санай Муруям Одна Из самых Известных Там Воспроизведены Дома Тех Эпох Вот Это Раскопы Есть Которых Действительно Что-то Находят Но Это Уже Как бы Там Уже Люди Жили Которые Освоили Инструменты Писали Они Друг Другу Глам Буквы Грамот Это А до Этого Мы Сейчас Еще Дойдем Потому Что Да Но Вот Это Санай Муруяма Поселение Вот Там Все Черепки Выложили Аккуратненько На Там Находили Еще Вот Эти Вот Цитуэтки Догу Вот Эти Знаменитые Самые Знаменитые Цитуэтки Догу Наверное Все знают Как представители Инопланетян На Земле Каком-то Кавком Файтинге Был Такой Один Дарк Сталкерс Точно Вот Как раз Вот Этот Веревочный Орнамент Это И есть Зьомон Собственно Так Переводится Зьомон Печаток Веревки В общем Такие Похожие стоянки Есть и на юге В Кагасиме Допустим Такая стоянка Ойнахара Или в Хамамасу Это в центре Между Ногой И Токио Есть стоянка Семидзука Называется То есть Это Ближе к Фудзияме То есть Там В принципе По всей стране Раскопы Такие вот Ведутся То есть Там Когда люди Расселились По Японии Оно уже В принципе Достаточно Хорошо изучается И Раскопы Там ведутся И сейчас Допустим Хотя уже Стоянка Местами Прямо рядом С домами Так вот Следующий вопрос В каких районах Найдено Больше всего Макканов То есть Аналогов Русских Бертяных Грамот Встречались Из них Бытовые Записки Или только Деловая Переписка В общем Это вот Такие Древесные Дощечки С очень Короткими Текстами Поскольку Много Тупо Не помещалось Такие Небольшие Были Вот Типичной Коллекции Но их Довольно Много Нашли Потому Что Это Развитые Японские Государства Где-то Примерно В районе 12-15 Императоров Японских И В общем Использовали Когда Дощечки Соскапливали Использовали Еще раз А когда Уж Совсем Тонкие Сновились Их Использовали В качестве Туалетной Бумаги Потому Что Она Была Как Стружка Уже Наверное Да В общем Максимум Был В 7 Веке То есть Бумагу Уже Использовали Но бумага Была Дороговато Поэтому Писали На Дощечках Но Это В основном Была Императорская Переписка То есть Это Документы Такие Были Официальные Государственные Учреждения Мерс Собой Таким Бланки Депеш Как бы Сказать Еще Местами Была Повседневная Канцелярская Работа То есть Там Просто Какие-то Чиновники Мерс Собой Говорит Сообщи Мне Пожалуйста Сколько Там У тебя Большая Часть Это Очень Деловая Переписка Там Платежи Складов Фиксации Поступлений Часть Бирок Использовалась Действительно Как бирки То есть Их Привязывали Грузом Просто Сопроводительные Такие были Ну Как До сих пор Товарная Бирка Используется В общем Все то же самое А Есть Немножко Личных Писем Было Средних Переписок Но Это Было Тоже Чиновничем Потому Ну Грамотные Тоже Седьмой Век Примерно Это Изображена Театральная Маска Гигаку Это Вот такая Вот Древнего Театра Конец Седьмого Века То есть Это В принципе Там Многие Тренировались В набросках Просто Разрисовывая Что Называется Ну Каллиграфии Тренировались То есть Как прописи Были Такие Художники Тоже Наброски Какие-то Делали То есть Это Все В каких-то Слоях Древних В основном В районе Киото Сохранилось Ну Где Столица Была Там Больше Чиновников Там Больше Всего Этого Было Заклинания Даже Шахматные Фигуры Из этого Делали Вроде Семейной Переписки Прямо Такой Вообще Как бы Вроде Не было Потому Что Ну И Уже Бумага Была На Дощечке Много Не напишешь Интересно Что Иногда Такие Дощечки Использили В качестве Осет Для бумажных Свитков На них Было Написано Заголовок Как бы Содержание Краткое То есть Как бы Такой Корешок Библиотечный Получался Для свитка В 88 Году Нашли По-моему Там Это Где-то Вот Это Художники Рисуют Как раз Срезает Старый Текст И Использует По-новой Как раз Есть такая Иллюстрация В 88 Году В 1981 35 тысяч Нашли Табличек Сразу Где был Принц Нагай Жил Резиденция Тоже Около 700 Года И Там Прямо Вся История Этой Жизни Принца И Его Окружение Очень Хорошо Получается Документировано Кого Он Нанимал Клерки Слуги Мастера Переписчики Сутр Художники Мастера По бронзе Кто у него Был При дворе Все Подробней Известно Из этой Эпохи Очень Хорошо Благодаря Табличкам Как Он Лед Приказал Привозить Из Ледяных Пещер И Морепродукты Со всей Империей Причем Это Очень Контрастил Потому что Крестьяне Жили Очень Бедно Ничьи А Тут Пировали С Всякими Редкими Товарами Со всей Страны В общем Такой Вот Причем Даже Чиновники Бедно Жили А Император Конечно Развлекался В общем С табличками Такая История А потом Нерезко Где-то После 700 Годов Сошли На Нет Потому что Бумага Везде Пошла Где В Японии Находится Крупнейший Музей Древней Истории Страны Но Это Достаточно Очевидный Ответ Это Конечно Уэна Там Национальный Музей И Первый Его Корпус Хонкан Вот он Справа Здесь Весь В таком Национальном Духе Сделанный Это Главный Корпус Национального Музея Вот он Так Внутри Выглядит Там Действительно Культура Искусство Как у нас В Историческом Музее Наверное То же самое Представлено Причем Разных эпох Абсолютно Вот в том числе Вот и древние Какие-то фигурки И долгу Тут есть И все И у них Самое смешное У них даже Маскот По мотивам Этого Коктуара Из финалки Ну в смысле Это Танцующие фигурки Ханева Шестой век Да Тоха Кукун Его зовут Вот как раз Это вот Маскот Музея Так что Они древнюю историю Любят Помнят И самое большое Собрание Находится В главном Музее Страны Ну в принципе Это логично Вот я сам Снимал Такие фигурки Они возле Одного из Кафунов Императоров То есть Этих Курганов Находятся Как раз Император Зиму Да Прямо Это конечно Копии Современные Но они Прямо там Сидят Выглядят Немножечко Пугай Потому что Такое ощущение Что они Вылезли На земле И на тебя Оригинальные Вот эти Коктуары Ханева Они Шестого века То есть Примерно тогда Даже Деревянные Таблички Были Насколько Трудно Археологам Получить Разрешение На раскопки С учетом Того Что 80% Японской земли Находятся В частных руках Обязаны ли Хозяева земли Пускай Археологов С этим Очень сложно Выяснять Потому что Тут очень Много На законодательство Зависит А в японское Законодательство Лезть Это Просто Долго И сложно Но есть Такой закон Об охране Культурных Ценностей Он действует С 1950 года С небольшими Изменениями Вот в нынешнем Виде он Работает Вот как раз На основе Вот тут Как раз Вот эта табличка Типичная Памятник Истории Охраняется Государством Вот как Вот у нас Примерно То же самое Вот эти вот Три тарелки Сверху Как бы сложные Черепки Друг на друга Как символ Это прямо Значит это оно Вообще В Японии Сейчас вот Есть такой В нем В этом законе Помимо всего прочего Есть такой раздел Как захороненные Культурные ценности Майдзо Бун Кадзай Это культурные ценности Такие как Гробницы Пещеры И руины Которые зарыты В землю И вот они Как раз Вот пример Считают Что их Руин Там у них Примерно 460 тысяч В Японии Считается И вот На их Есть ограничения На их раскопки Поскольку требуется Любые Следовательские раскопки И строительные работы Вблизи Требуют уведомления Обязательного Там как минимум Местная магистратура А потом уже и дальше По правительству В общем Зависит от этого Если сохранение Объекта невозможно То застройщики Обязаны покрыть Расходы Необходимые Для проведения раскопок Записать любые данные Сохранить то Что возможно В случаях Когда взыскание Расходов Невозможно Местная общественная Организация Проводит расследование За государственные средства Ну понятно Что за вами следят Что называется Любой предмет Найденный под землей Он Это Должен быть передан Полиции То есть Если ты выкопал Свой огородик И выкопал Какую-нибудь Фигурку Догу То И в общем Любой предмет Найденный под землей Должен быть передан Полиции Такой исторически В случае Когда известен Его владелец Да Когда известен Его владелец То есть Молодец На территории храма Копал Ну там какая-нибудь Будда Выкопал Значит храмовый Скорее всего Затем Объект исследуется Что определить Квалифицируется ли он Как культурная ценность Любая культурная собственность Владелец Который неизвестен Становится собственностью Префектуры То есть государственной В общем Вот такая вот история И в общем Есть закон О сохранении Древних столиц Которые так люблю Город Центр Японии Щелкнешь по карте И говоришь О Нара Древняя столица Японии И так далее О Киото Древняя столица Японии О Кобы Древняя столица Японии О Асаки Кайкио Древняя столица Японии Все нормально Знаете В общем Есть у них Несколько территорий Которые считаются Заповедными Вот такие вот Районы Камакура Знаменитые Там вот Нара Киото Аска Ямата Это все тоже самое Ценарии Вот как раз Эти вот районы Фудзивара Которые Коруга Сакура В общем Несколько мест Где большое количество Национальных сокровищ Закопано И там вот Есть система Обозначения Вот эти вот Культурные таблички Как раз Обозначают Это все И определяется степень То есть там можно Государственное Префектурного значения Государственного значения И так далее Ну это примерно Как у нас тоже Памятник регионального значения Там количество тарелок Одно на другое Варьируется Да я не знаю Кстати честно По-моему один логотип У них вот новый Вот этот есть И все В общем там есть Важные культурные ценности Японии Дзюи Бункадзай Либо национальные сокровища Кокухо Особо ценные предметы Там Вообще сейчас официально В национальных сокровищах Вообще Как там 2000 Материальные культурные ценности 2344 объекта Сейчас считается 214 национальных сокровищ И еще 4200 сооружений Из них Из этих сооружений Еще 262 национальных сокровища Это все Материальные культурные ценности Вот они все Обозначены табличками И так далее И любое их изменение Требует разрешения правительства То есть Если на их территории Копать сложно Ну вот эти знаменитые Кафуны Они вообще Например считаются Территорией Императорской семьи Частным захоронением Поэтому естественно Его раскапывать нельзя Вот поэтому Оно все так вот До сих пор и выглядит И тысячи лет Там реально никого не было Там же была Совершенно безумная история Когда вот этот Кафун Оператор Дзинму К которому Помню Подходили Гуляли вокруг Он это Из него В конце 19 века Выдуло ураганом Кусок Там какие-то Нашли Ружья Детали Еще какие-то Что-то там Ой не ружья Орудия В смысле Археологические Но там кстати С ним тоже Какая-то странная история Что некоторые подозревают Что это не ураганом Выдало вовсе А какой-то местный мэр Вот осыский Он тогда это Подсуетился И что-то там Быстренько копнул В общем там Тоже Совершенно безумные Истории были Тут сейчас Я Сеторические справки Пропущу Потому что Это просто Безумные Да Там например Была история Когда вот Вот эти вот Слева знаменитые Курганы Вот эти А справа Неподалеку от них Вот в Токарте Видишь там такие Желтые пятна Это все юкосаки На самом деле Прямо на территории Почти Города Находится И вот справа Например Там была история Когда некоторые В 2008 году Ношли еще один курган Такой где-то Под холмом И строительная фирма Быстренько это Раскопала Застроила И все И ничего не было Скандал был Грандиозный В общем А вообще Как все раскопки С кафонами Конечно Это из серии Кому припых Ссылками не было Японцы все это Как достаточно вежливо Все устраивают Поэтому Ну опять же Через Официальные договоренности И так далее С черными копателями Интересно Черных копателей Официально в Японии Вообще нету Которые тайну Все раскапывают Ну вот история Про мавзолей Нинтоку Вот этот Слева Который Я рассказывал Сейчас Что он Дескать Вроде Губернатор Префектуры Отсусти Саище Как раз Вроде бы Разграбил Намеренно В 1872 году Они Вовсе Не Не ураганом Он был поврежден Насчет Раскопа Про современный Грабеж Ничего толком Не слышно Возможно Если оно есть То по-тихому И через Якуцию Идет Так что Тут Совершенно Сложно Сказать Раскапывают Ли места Боев Ну поскольку Боев То особо Не было Так что Не раскапывают Но есть Черных копателей Особо нет Но есть Совершенно Обратная История Там Ее Рассказывает Китайца Потому что На территории Китайской Республики Японцы Одно время Ее оккупировали Чистично И там Был грабеж И вот Отец Японской Археологии Республика Называйте Тайванем Все-таки Нет Китай Китай Материковый Материковый Китай Там же Я не помню Что это Какого Холхенго Вот это Все Это Маньчжури 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 Вот Короче Маньчжури Китайц Все равно Китай Называют Поэтому Китайская Республика Это Типа Название Тайваня Овца Ики ручки Да Короче Просто В 45 Году Еще не Был Тайваня И короче Там считают Японцы Типа Грабительством Могил Занимались Постоянно На территории Китая Ну это Вот отец Японской Археологии Вот например Он Касаку Ханада Хамада Он Отец Японской Археологии Современно Считается И он Больше всего Раскапывал Как раз Вот эти Китайские Курганы Вот одна Из типичных Раскопок Во время Войны Была Сколько Древних Гробниц Японцы Ограбили Или раскопали В Китае Точной цифры До сих пор Нету Там Прямо Японцы Короче Японцы Черными Копателями Работали На территории Китая Прямо Статей По этому Поводу Китайских Очень много Ну это Примерно Как британцы В Египте Когда вывозили Там весь Древний Египет К себе Вот примерно Так Это Японские Раскопки В городе Цзиань Провинции Цзиэлини Например На фото Дальше Есть ли у нас Аниме Манго Или Ранабе Археологических Раскопках В Японии Ну вот Кристальный Треугольник Мы уже упоминали Explore Woman Ray Там археологи За рубежом Работают Ну про археологов За рубежом Довольно много Всякие там Пародии На Диана Джонса Есть Но Вообще Я вообще Нашел что-то В тему Только одно Это вот Аниме Про гигантских Роботов Было С 75-го года Brave Райдин Такой А в 2007 Году У них был Райдин Это такой ремейк И там Просто в первой серии Завязка То что Там вот У главного героя Подростка Естественно Отец работал Археологом Он раскапывал Какой-то Вот этот мальчик Это вот Джунки Сайга И он Хороший математик Все такое Но в общем И он Получает Отец У него пропал Где-то на раскопках В Японии В районе Какой-то загадочной Пирамидальной горы Японской Гора-то была Не просто гора Да-да И они с полицией Приезжают туда Потому что нашли Останки отца Где-то в пещере И в общем И естественно Пещера оказалась Непростая В ней оказался Вот они нашли Вещи отца Как раз Археологические И все такое Как раз Чуть не единственная Продец археологии В Японии Такой Который есть В аниме И конечно В этой самой Пещере Обнаруживается Гигантский Робот И все с этим Связано Ну Дальше вы знаете Что называется То есть мальчик Там остается Где-то ночью На раскопах И там видят Каких-то невероятных Каких-то Золотых Готических роботов Которые лезут Из горы В общем И дальше Все начинается На 26 По-моему Серии Вот этого Самого Райдина С 2007 Но пересказывать Мы сегодня Не будем А то Как Интересно Вообще Райдин Это Санрайзовский Сериал Про генских роботов Как обычно Но Этот сериал Продакшн IG снимал Рестер Митсуру Хонго Он Антонио Спрашивает В чате Археологическое Пронзание Небес Буром Подойдет Там Вообще Не земляжи Даже Не Япония Таких Я поэтому И сразу Отсел Иначе Это навсегда Было Понятное Дело Еще Есть история Интересная Сейчас расскажу Есть ли история О том Как археолог Или черный копатель В Японии Попадает В ту эпоху Который Но мы из будущего Который копал Короче Там с этим Очень странная История Вот есть такой Король экскаватор Да Король экскаватор Видишь King of Экскаватор Левейтер Эскалейтер Да В общем Ситуация С черным копателем В Японии Сложная Точно Точно Извините Вот в чате Сейчас подоспела История Что AKKFR Пишет В фильме Лагерь на свежем воздухе Ну этот сам Юрю Кам Да Девочки строят парк Но его закрывают Из раскопок И они делают Из раскопок Один из видов досуга Для парка Да Да У нас же был обзор Фильма Есть В полуметражке Есть такой На этом самом На канале Мы об этом рассказывали Все забыли Набегают археологи Да Но там это не является Сюжетом Это эпизодическая Это одна из палок Которые попадают К ним в колеса Да Когда они Так уже Все на мази И тут Черепки Да Так вот Есть Корейский Веб-роман То есть Книжка Сетевая Изванные в Японии В том числе Про грабительную Могилу Японское название Токуцуо Король грабежей То есть Такие какие-то Гигантские подземелья Могилы Появляются по всему миру Кафуны такие Лар Крофт Да Короче Там идея Не совсем Там идея В том что там Внутри Обнаружятся какие-то Артефакты Которые дают Суперспособности Людям Реликвии Некоторые получают Огромное богатство Некоторые Хотят сделать мир Весь своим И мир начинает Меняться с этим Реликвием Вот такая Зумная история Да Практически Главный герой За ним гоняется Корпорация Которая Он пытается Он как раз Возглавляет Банду расхитителей Могил В общем И его пытаются Убить И в общем Достаточно успешно Убиваются Но с помощью Загадочной птицы Он вернулся На 15 лет назад До того как Начали появляться Эти могилы И начал все сначала Вот такая завязка Сюжета 3B2S Это имя автора? Да Они как японские Эти самые Программисты Ранних видеоигр У них какие-то Странные Ники Это корейских Псевдоним Такой безумный Да Вот Прямо Целая серия Книжек И манги Соответственно Это уже манги По книге И там прямо Король Корейская вещь Но на самом деле Там Я наткнулся В статье Про эту вещь Японскую Там потрясающая история Которую я совершенно Не знал Дело в том Что Главный жанр Китайских Веб-романов Про Вот это вот Про Это вот кстати Вот этот Король Могил Грабителей Короче Китайские Это не роман Это какая-то Иллюстрация Просто к нему Это кусок Манги Она ленточная По-моему Вептун Да Вот они В Японии Так изданы Видишь Как Вептун Это просто Есть книжная версия А есть Вептуновская версия Рулонами Наде За свитками Короче Безумная Совершенная История Я ее не знал Раньше Что Раскопки Грабежи Могил Основной Жанр Китайских Веб-романов Вот то что Трана бы Китайцы Пишут Что называется Это прямо Так же Запретная Любовь Всех Всяческих Разных Но не в Китае Это центрально Завели Можи Прочек Древний Короче Нам прям Реально Безумие С этими Раскопками Университетельных Гробниц В общем Что там Случилось Там В общем Короче Начался Бум Вот этих Книжек Потому что Сейчас скажу Там Во-первых Часто Да-да Экранизации Пошли Там просто Идет Какое-то Безумие Там В 2006 Году Книгу Написал Ну как у нас Лукьяненко Написал Дневной Дозор И стал Бум Вот от Городской Фэнтези Пошел Безумный То есть Лукьяненко Посмотрел Икс И написал Книгу А китайцы Поиграли В Лару Крофт И такие Да-да И у них Такой Был там Эта Книга Назвалась Гуи Чунгэнг Они Букито Японское Название Призрак Задувает Свечу Английское Слушай А у них же Призраков Как-то не жалуют Ну вот Тем не менее Вот Кэдл Инзетамп Видишь Вот прямо Даже английское Есть Под заголовок Призрак Задувает Свечу Это английское Название Его перевели Даже уже Короче Вот 2005 года И вот Автор 2005 года Их Издает И они Романы О кражах Из могилы Это прямо Жанр целый Прямо Телесериалы Вот эти все То есть Это как Индиана Джонс Лара Крофт Вот это все Смешалось И оно прямо Безумно Популярно И прямо Вот идет 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 Там 30 миллионов Тираж У книжек Вот это первое Издание И И Короче Самое смешное Что у корейцев Вот этот Король Ограбления Могил Это Одна Книга То есть То есть Смотри В Южной Корее Ограбление Захоронение Вообще Как жанр Не существует А Китайские Истории Не стали Популярными Потому что Их почти Не переводили На корейский И тут Еще отличается Сюжет Что он Такой Больше На японские Приключения Похож Или Хрустальный Треугольник На что-то такое Там вообще Оригинальный Главный герой В этих Китайских Романах Он там Не жадный До денег Он грабит Потому что У него какие-то Обстоятельства Невыносимые То есть Как и Диана Джонс Он как бы Не ради денег Этим занимается То есть Ради поиска Сокровищ Анчарта Да А в Китае Да Очень похоже На Анчарта А в Китае Как раз Могил Действительно Там же есть Пирамиды Какие-то Земляные Там есть Как где Развернуться Что называется Поэтому Вымышленные Гробницы И реально Истории С этим Связанные Да Есть Да А король-грабитель Корейский Вот это Он реально Ради сокровищ Это грабил То есть Он там такой Индиана Джонс Только темный Жадный Короче А в Японии Про раскопки Вообще Ничего нету Почти как в Корее И похоже Пишут в статье Не существует Ни одного Произведения Которое включено Как ограбление Могил То есть Нет таких романов Даже вот на Этих Так вот Онлайн Где вот Пишут Ну Как называется Ну Сейчас же Публикуют Журнал Все я заговарив стал Публикуют Книги любительские На сайтах Правильно Там два или три Вот этих популярных сайтов Там по-моему Нет этого жанра Даже ограбления могил Потому что Ребят Не стоит скрывать Эту тему Вы молодые Шутливые Вам все легко Да Короче В Китае Существует Бесчисленное Множество Популярных произведений Об украденных могилах В Корее Одно Вот на экране А в Японии Ноль Еще есть табу На Ну слушай Неужели там В каком-нибудь Детективе Конани В каких-нибудь Сквозных Сериях Там как правило Это просто археолог И как правило За рубежом Есть еще Аниме Манга Называется Серебряный хранитель Гинно Гвардиан 2017 года Но Это По китайской Мангве 2015 года Режиссер японец Масахи Куакура Но снимался Шанхайская Студия Римон Цент Анимейшн Да Вот Серебряный Хранитель Так что Это вот Единственное Что Там просто Есть Эпизоды Где они Прямо Там Где То Что Они Там Играют В игру Который Называется Грейфбастер Там Главный Герой Еще Должен Спасти Свою подругу То есть В игре Уже То есть И так Далее Бонет Могилу Быстрее А в любви Не было Ничего Знамит археолог В Японии Наверное Это папа Мэй Сацухи Сацуха Кусакаба Из Тотара Он археолог По профессии Вот у него Книги археологические На полочке Сюда лежат Так что Вот наверное Так что Он успешный Археолог Что ничего И не раскопал Да Тотара Чернушек Черных А если бы он был В Китае Он бы был Так что Ссылочку на статью К сожалению На японском Я дам Про это все Про разбор полетов Про ограбление могил В Японии В Корее Китае Там феерическая история Я не знал Честно говоря Сайт Которым Это все Напечатано Называется Realsound.gp Почему-то Там видимо Раньше обзоры музыки были А сейчас они А потом такие А ладно Давайте лучше Про раскопки Да Там про все Там просто обзор Свежевышедшего И вот Как раз Про эту мангу Король ограбления Вот эту вот Как раз Да Кинг Король экскавации Да я не знаю И Ну в общем Действительно За пределами Китая Оно как-то На южной Корею На Японию Не пошло Ну там Как-то Национальные традиции Не дают им Грабить могилы Получается так Выводы Такие статьи По крайней мере То есть Влияние идет Китайских романов Только вот Поэтому А в Китае Прямо вот Реально Бум Там Это просто Атласкор В чате Вспоминает еще Мультсериал Приключения Джеки Чана Потому что Это тоже Могло быть Но он тоже Как бы Не японский Да 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 Вот А в китайском Прямо Вот огромное Количе Там тиражи По 30 миллионов Тавят Прямо Редактор субтитров Продолжение следует...